Добрый день! Вы смотрите итоги дня телеканала Управда ТВ. С вами Сергей Прус. Смотрите сегодня выпуски. Нетрезвые водители или, как в Ульяновске, проводятся профилактические рейды автоинспекции. Проблемы с дорогами в микрорайонах Заволжья. Более 30 тысяч участников и 600 мероприятий. Креативное пространство горизонта в Димитровграде подвело итоги года. Баритон Тимофей Баранов приехал в Ульяновск из Италии, чтобы выступить с ульяновским оркестром народных инструментов. Праздники закончились, но автоинспекция все еще продолжает проводить рейды нетрезвый водитель. И это неспроста, так как некоторые ульяновцы позволяют себе садиться за руль после употребления алкоголя. Так, за новогодние праздники было задержано свыше 100 пьяных водителей. Садясь за руль в нетрезвом виде, водители рискуют не только своей жизнью, но и ставят под удар всех участников движения – пешеходов, пассажиров и водителей других автомобилей. Об этом неустанно напоминают сотрудники госавтоинспекции, которые продолжают проводить профилактические рейды нетрезвый водитель. В результате пьяных ДТП за 2019 год в Ульяновской области погибло и пострадало больше сотни человек. А за последние два года лишены права управления автомобилей более семи сотен наркоманов и алкозависимых. По официальным данным сотрудников госавтоинспекции, за новогодние праздники в регионе задержали 112 нетрезвых водителей. Десять из них задерживаются за подобное повторно. Госавтоинспекция региона призывает граждан сообщать информацию о каждом факте управления транспортным средством водителям, находящихся в состоянии опьянения. По специально выделенной телефонной линии 8-8-4-2-2-736-736 или по телефонам дежурных частей ГИБДД 8-8-4-2-2-73-55-77, 8-8-4-2-2-73-60-60. С начала нового года от бдительных ульяновцев поступило 14 сообщений о водителях, севших за руль пьяными. Напомним, что за нетрезвое вождение следует лишение права управления сроком от полутора до двух лет и штраф в размере 30 тысяч рублей. Анна Тищенко, новости Улправды ТВ. Дело движется внутри, а снаружи не подъехать. Это не шарада или детская загадка, а реальная ситуация с дорогами в некоторых микрорайонах Заволжья, где именно не хватает путей сообщения, в чем проблема и кто ее решит. Подробности у Павла Полового. Ульяновск каждый год прирастает новыми микрорайонами. Один из них – микрорайон Волжские кварталы в новом городе, расположенный за гипермаркетом Лента. Совсем недавно вместо современной малоэтажной застройки здесь было поле, заросшее бурьяном. Теперь для комфортной жизни у жителей есть все, кроме дороги. Дороги и тротуары между домами проложил застройщик. Однако подъезды к микрорайону не строит никто. Автомобильная дорога продолжения проспекта Ленинского комсомола от улицы Алексея Наганова до улицы Зырина в настоящее время не находится на балансе города Ульяновска. Участок был отсыпан щебнем в 2018 году по обращению жителей поселка Ленинский. Застройщики дорогой не заведуют, а на балансе города она не стоит. Решение у проблемы есть. Сегодня участок посетил губернатор Сергей Морозов. По информации мэрии участок будет принят на баланс города, после чего дорогу отремонтируют карточным методом. Следующим этапом станет реконструкция дороги с установкой велосипедной дорожки. Цена вопроса 9 миллионов рублей, которые можно изыскать, включив этот участок в национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Более 30 тысяч участников и 600 мероприятий, совершенно разных и многогранно интересных. Это часть итогов работы креативного пространства «Горизонт» в Демитровграде. Сегодня здесь работает 11 резидентов самых разных направлений, начиная от малых и заканчивая крупными. Форумы зоозащитников, встречи губернатора Ульяновской области с общественностью, концерты, выставки – это лишь очень малая часть того, что здесь происходит. Креативное бизнес-пространство «Горизонт» в Демитровграде в январе 2018 года по инициативе губернатора Ульяновской области Сергея Морозова и под бдительным контролем фонда «Ульяновск. Культурная столица». Буквально через несколько дней здесь не просто закипело, а забурлила жизнь. Отличный ремонт помещения, удобное местоположение, удачная инфраструктура – все это способствовало развитию деловой активности молодежи, школьников, да и вообще всем, кому небезразлична жизнь города. Центр недвижимости работает в горизонте совсем недавно – с сентября 2019 года. «Здесь очень хорошие дружные резиденты, МФЦ для бизнеса, Демград-24, Медиафрукта, Оно ЦРК. Перечислять можно бесконечно, но я могу сказать, что я многие вопросы свои решаю и личные, профессиональные, вообще не выходя из горизонта. Это для меня большой плюс». А вот страховой агент Сергей Еремеев работает тут с 2018 года, с самого открытия пространства. «Удобное месторасположение вот этого креативного пространства «Горизонт», очень удобный подъезд, значит, площадка, где можно припарковать автомобиль. Много здесь резидентов, здесь очень удобно, например, многим людям и также моим клиентам и клиентам других резидентов. Он зашел, например, в МФЦ и зашел ко мне. Или зашел ко мне, значит, сразу же как предприниматель обслужился в МФЦ». Одним из сторожилов креативного бизнес-пространства «Горизонт» является и Центр развития ядерного инновационного кластера «Демитровграда». «Чем интересно нахождение здесь? Ну, в первую очередь, конечно же, это своими соседями». Потому что помимо таких интересных структур, как МФЦ для бизнеса, вы и наши коллеги «Демград-24», компании, занимающиеся решением сферы IT, медиафрукт, Центр недвижимости, помимо этих компаний сюда заезжают еще новые резиденты. И эти резиденты как раз являются участниками нашего ядерного инновационного кластера. Один из представителей таких резидентов – компания «Лаус-Део». Согласно опросу, который провели сотрудники креативного бизнес-пространства, «Горизонт» людям нужен. Им интересно сюда приходить школьникам, студентам, общественникам, деловым людям, всем. Интересен «Горизонт» своей разнонаправленностью. Форум зоозащитников, цифровой день, свадебная выставка, психологические тренинги, «Гитарные вечера», «День добра» совместно с активным гражданином, «Медиашкола». Начало этого года ознаменовано открытием школы проектного менеджмента и «Медиашколы». Мы проводим и мероприятия для бизнеса, это бизнес-бранчи, семинары, круглые столы, обучающие проекты. Мы проводим и концерты, и творческие встречи, и поэтические вечера, и выставки для всех горожан. Площадка «Перед горизонтом» стала музыкальной площадкой. В этом году успешно у нас прошел День соседа, и мы старались вовлечь всех горожан, которые живут рядом по соседству с «Горизонтом» в нашу активную праздничную деятельность. Народ очень откликнулся с удовольствием, люди приходили со своей выпечкой, со своими конкурсами и также становились организатором нашего мероприятия. Свой очередной день рождения «Горизонт» отметит, как и полагается, креативному пространству традиционно ярко и интересно. Подробную информацию можно найти в официальных пабликах реактивного бизнес-пространства во всех соцсетях. Марина Антуганова, Анжелика Барвенок, Демград24, специально для Управда ТВ. В Манеже Ульяновской спортшколы атлет, что на верхней террасе, небольшим турниром подведены итоги года областной федерации ММА. Вопреки прогнозам, больше полусотни спортсменов старше 12 лет из пяти клубов области не дали скучать зрителям и показали зрелищные бои. В Манеже Ульяновской спортшколы атлет на верхней террасе прошел турнир областной федерации ММА. Ее представитель, тяжеловес Гаджимурат Багауддинов, стал чемпионом мира. Поэтому областная спортивная школа национальных и неолимпийских видов спорта подарила федерации новый боксерский ринг. В рамках федерации стандартов мы отспортили школу и свои национальных и неолимпийских видов спорта. Закупили ринг, в котором сейчас были бои. И мы его вручаем федерациям ММА в Ульяновской области. Спасибо. Вы нас всегда поддержите с самого нашего начала. Уверен, что так мы будем идти под ключом к плечу. И вообще всех призываю, все федерации объединятся. Олимпийские и олимпийские виды спорта. После торжественного открытия немного прошлись по правилам. В избежание травм, особенно у маленьких участников, их решили ужесточить. К тому же перед каждым боем подробный инструктаж от судьи. В первую очередь, что запрещено. В стойке работаем только по корпусу. По голове не работаем ни руками, ни ногами. По спине не бьем, по позвоночнику не бьем, понятно? В пах не бьем, в пах не бьем. Коленей по локтей нет совершенно. В пахтере только борьба. Из приемов только рука и все. На вызов организаторов турнира откликнулись пять клубов из Ульяновска, Димитровграда и Жадовки. Клуб «Пересвет» и стал самым золотым на этом турнире. Бойцы из монастырского клуба завоевали пять золотых медалей в 13 категориях. Еще они взяли две серебряные награды и одну бронзовую. В финале категории юноши в весе до 61 килограмма встретились пересветовцы Олег Телицын и Даниил Иванюшко. Бой одноклубников стал самым зрелищным на турнире. Еще один запоминающийся бой с участием самого колоритного участника, высоченного Кирилла Ларина, также из «Пересвета», закончился очень быстро. Ему понадобилось 37 секунд, чтобы одолеть своего соперника. Следующий турнир по ММА в Ульяновске пройдет уже совсем скоро. В середине февраля стартует чемпионат и первенство области. В Ульяновске задержали подозреваемого в краже личных вещей из салонов автомобилей. Накануне житель областного центра обратился в дежурную часть ОМВД России по Засвиярскому району и сообщил, что его машину вскрыли и обокрали. Сегодня стало известно, что сотрудники уголовного розыска задержали ранее судимого 19-летнего безработного. Молодой человек пояснил, что разбил боковое окно, а затем из салона транспортного средства потерпевшего похитил видеорегистратор, после чего сдал его в ломбард. Также установлена причастность данного лица еще к серии аналогичных преступлений. Теперь отдел дознаний ОМВД России по Засвиярскому району проводит проверку, по результатам которой будут приняты процессуальные решения. Рожденный в Ульяновске, поющий в Италии, баритон Тимофей Баранов приехал на родину с концертной программой. К слову, артист не был здесь пять лет. Подробности у Виктории Черковой. Неаполитанские песни и русские романсы баритон Тимофей Баранов привез в Ульяновск богатый репертуар. Обладатель яркого тембра голоса начал свой творческий путь с местного музыкально-педагогического колледжа. Затем он окончил столичный институт имени Шнитки. Далее многочисленные гастроли и выступления в лучших оперных театрах Италии. Три года я там пою, прошел кастинг, где было очень много конкурентов. И меня взяли, отошел мой тип голоса. И вот начиная с 2017 года, да, пел там в 13 операх. На протяжении пяти лет Тимофей не приезжал в Ульяновск. В этот раз певец вернулся на родину для того, чтобы блеснуть на сцене в компании Ульяновского оркестра народных инструментов. По мнению исполнителя, программа должна удивить и обрадовать публику, потому что в ней прозвучат известные и родные сердцу композиции. «Очи черные» живет моя отрада и новогоднюю вертюры Александра Наюнкина. Лучшие образцы русского романса в сочетании с солнечными итальянскими зарисовками. Наша съемочная группа побывала на репетиции. Концерт состоится 11 января на сцене Ленинского мемориала. Виктория Черкова, Данил Сурков. Новости Улл. Правда. ТВ. Согласно прогнозу синоптиков, 11 января в регионе ожидается пасмурная погода. Высокая вероятность небольшого снега. Температура воздуха днем удержится на отметке минус 4 градуса по Цельсию. Ветер западный, 3 метра в секунду, магнитное поле спокойное, ультрафиолетовый индекс низкий. И это все новости на сегодня. Смотрите нас на телеканале Улл. Правда. ТВ по будням 18.30, 20.30 и 22.30. А также на информационном портале ulpravda.ru в 18.50. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok